Музыка 23 октября в читальном зале городской библиотеки состоялся второй вечер лекции, посвященной знаменитой семье Рерихов. На этот раз речь шла в основном о не менее известном сыне художника Николая Рериха, Святославе Николаевича, которому в этот день исполнилось бы 108 лет со дня рождения. Как и в предыдущий раз, мероприятие проводил знаток жизни и творческого наследия этой семьи Николай Леонидович Плылин. Из Великого Новгорода он привез около 30 репродукций работ Святослава Рериха. Выставку дополнили литературные труды членов семьи. Конечно, замечательно, что сегодня, как раз именно в этот день, исполняется 108 лет со дня рождения Святослава Николаевича Рериха. Почему же опять Рерих? Святослав Рерих во многом пошел по стопам своего отца. Его также интересовали многие области знания, от изобразительного искусства до археологии, от религии и философии до культуры Востока. Увлекаясь Индией, он, тем не менее, считал себя полностью русским художником и видел свою творческую задачу в уникальном сочетании достижений русской и восточных культур. Впрочем, смело можно сказать, что подобная миссия была присуща всем членам семьи Рерихов. В советское время они были известны больше как художники и общественные деятели. Однако позднее проявился большой интерес и к их духовным изысканиям. Главной идеей Рерихов было стремление показать людям тонкий мир, его красоту и значимость, то есть ту область знаний, которую прекрасно видят, чувствуют и понимают истинные художники, но которая зачастую ускользает от внимания повседневного человека. Несмотря на небольшое количество присутствующих, можно смело сказать, что лекция удалась. Слушатели получили новые представления о биографии и творческой деятельности семьи Рерихов. В завершении было высказано пожелание о продолжении цикла лекций по вопросам, которые уже были затронуты в рамках предыдущих выступлений Николая Чаплыгина. И, как стало известно, планируется, что в декабре состоится очередной вечер на подобную тему. Леонид Билютин, Владислав Флайм, Лужские Вести, Лиг ТВ.